Антоха уже в бой рвется ставить обшивку. Ребят, у нас Toyota RAV4. Время 7 вечера. Мы его только лишь начинаем собирать. Этот автомобиль приехал к нам из города Подольск. Нашей задачей было поставить сюда процессорный усилитель АМП Панацея, сабвуферный моноблок и сабвуфер Морель, который был изготовлен давным-давно назад. Акустика Морель была у хозяина установлена, вибро-шумоизоляция была сделана передних дверей в автолокере и задних в том числе. Вот у нас был маленький просак, у нас короче здесь из комплекта Морель одна пищалка, но она вот короче в момент включения она не играла, потом она заиграла, потом она опять перестала играть. Короче, уверенности в ней получилось ноль и мы поставили взамен вот этих вот от МТ-23, если я не ошибаюсь. Классный твиттер, но вот он один вот что-то то ли подводящий отходит, то ли что-то. Мне, кстати, у СИДМ-88 Морельки было то же самое и отдавал там, отдавал 500 рублей, мы все сделали. Итак, здесь у нас установлены ГЕРЦ МП-25 ПРО, в передних дверях установлены Морель, там элайт, ой не элайт, а как у вас пульс темпа, ну пульс темпа они раньше, да, это начальная серия Мореля. Итак, давайте по порядку. Под капотом у нас установлен такой вот сдвоенный дистрибьютор, подкапотный, так его назовем. То есть, у него заходит один плюс, а выходит два. Все нужно для чего? Для того, чтобы, во-первых, защитить силовые провода, которые входят в салон. Сейчас я поставлю, да, все у нас сделано в змейке и под сиденьями у нас установлены усилители. Под пассажирским у нас установлены Панацея В3, без всяких блютуз модулей, без всяких регуляторов она у нас установлена вот так, а под тем сиденьем у нас установлен Кикс Angry Ant 1000, он у нас работает на 12-дюймовый Морель Прима 124. Вот в таком наряднейшем ящике с двойными стенками и верхней, нижней и задней крепится, динамик, синтепон внутри, басок такой получается обволакивающий, низкоиграющий, такой классный. Так, все настройки у нас с Панацеи, управляет аудиосистемой головное устройство, которое было установлено на заводе изготовителя в Японии. В передних дверях все так, мы лишь оставили штатные провода, вывели сюда акустические. Собственно, и все. Что мы еще сделали? Что мы сделали? С Панацеей потрахались часа полтора, да, потом с другим, потом с пищалкой. Короче, ребят, да, не все так просто, как кажется. Костя, ну у тебя готово? Давай, включай. А? Да. Костя, как главный экономист. Ты скажешь нам в бюджет системы или нет? Ниже запускайся. Так, 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 еще скажу, где. А, не тот. Поверни. Ребят, вы иногда спрашиваете, что за трек? У меня странички есть. Она ушла, Александр Гум. Вообще басяцкая песня, вот он. Я пока сейчас закрою, да, потом покажу. Кристианыч, а у тебя там блютус на всю, да? Да, у меня вот здесь хвостик еще лежит. Я вам сейчас покажу софт от Панацеи. Вот отсюда нужно слушать. Костя, закрой, пожалуйста. Вот отсюда нужно слушать. И где я слушаю? Да, потому что задержки добавляются в левый канал. Так, отсюда выйти. Вы заметите, что он вообще... Вот этот динамик не сдает высоких, потому что он играет до 3200 герц. На 4 киллах под вторым порядком подхватывают их герцы. И до 50 герц четвертым порядком у меня играет сабик. Я вам сейчас немножко дам хода этого красавца. И у нас вот здесь установлен регулятор. А в сзади от 80 герц играют коаксиальные, тоже маленькие. Ребят, бюджет такой системки получается в среднем, где-то 100-120 тысяч рублей. Ну, я так вам скажу. Это прям вот не убавить, не прибавить. Это идеальнейшая, топовая доработка штатки с процессором в аудиосистеме. К великому сожалению, у владельца здесь не бесплатная установка. Дело в том, что да, у него динамики уже были установлены. Они, кстати, знаете, как были классно установлены. Дим, любимца, ты можешь мне ковырнуть в сеточку одну? Будь так любезен. Все провода у нас уложены в змейки. Все провода у нас... Да, вот такие вот капельки были изготовлены владельцами. Все очень педантично, все очень четко. Да, и там у нас красуется шелковый твиттер герц. Болтовое крепление. Но он говорит, если что, я потом переделаю именно под герц и не под мореля. Ребята, обещал выполнить. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за ваше доверие. Спасибо за ваши комментарии. До скорых встреч. Всем пока. Двигайтесь с музыкой. Костян, как у тебя настроение? Хорошо. Пока.